Департамент проектного управления Департамент проектного управления создан 6 декабря 2016 года. В это же время был назначен руководитель департамента в моем лице. Мы сформировали команду. В настоящий момент основной целью нашего департамента является один важнейший проект. Это внедрение проектного управления в республике Саха-Якутия. Для того, чтобы внедрить этот проект, уже нами разработана соответствующая дорожная карта, именно по ней мы будем двигаться. Действительно, проектное управление, сейчас очень много об этом говорят, это новое введение для республики. Скажите, пожалуйста, как подошли к внедрению его в республике и насколько готовы муниципальные образования вводить в это проектное управление? Я бы сравнил это, наверное, со спортом, если можно. Представьте, что есть легкая атлетика, есть бегун, который идет к своей цели, несет с собой багаж и груз. И не всегда он приходит вовремя, не всегда нужный объем груза за своей спиной он приносит к цели. Под объемом я понимаю, допустим, качество той работы, которую мы делаем для того, чтобы удовлетворить запросы общества. И план как государственным служащим всегда поднимается. И для того, чтобы всегда достигать цели к своим срокам, приводить к своей цели нужный объем какого-то груза со своего багажа, нам нужно искать новые механизмы. И проектное управление, это на самом деле уже не нами давно придуманный велосипед, но для того, чтобы начать его использовать, действительно придется крутить педали. Нужно, может быть, поначалу даже терять равновесие, но зато в будущем мы обязательно поедем и будем достигать своих целей уже быстрее. Будем уже больше багаж доносить той точки цели. Под багажом я, опять же, понимаю, это то качество работы государственных служащих, которое в конечном итоге влияет на качество жизни наших горожан, наших жителей, нашей республики. Поэтому, конечно, да, в этой связи есть сначала определенные опасения, есть определенные какие-то, может быть, даже сопротивления, когда что-то появляется новое, когда нужно садиться на кем-то придуманный велосипед и начать действительно крутить педали. Люди переживают, что равновесие не выдержат, но у меня нет никаких сомнений в том, что мы обязательно добьемся поставленных целей и упростим жизнь как государственным служащим, как муниципальным служащим, и в конечном итоге это повлияет на качество жизни. Роман Александрович, как Вы считаете, на сегодняшний день муниципальные кадры готовы к такой перенастройке? Я думаю, что на сегодняшний день готовности достаточно нет. Есть для того, чтобы обеспечить такую готовность, необходимо для начала выстроить определенный вертикаль проектных условий в органах государственной власти, опробовать ряд пилотных проектов, извлечь необходимые уроки, минус положительные, так и отрицательные уроки. И только после того, когда будет ясность, что выстроена определенная модель, которую можно внедрять, я думаю, что мы подготовим некую механику для внедрения к проектному управлению уже в муниципалитетах, для того, чтобы это было прошло плавно, мягко, безболезненно, и действительно не была нагрузкой сверху, а было исключительно только в помощь для органов местного управления. И тут, наверное, важную роль, конечно, играет обучение, переквалификация кадров, это вот нужно же всех переобучить, нужно этому научить. Скажите, пожалуйста, какие сделаны первые шаги в республике по внедрению этого проектного направления и с какими, может быть, на теперешнем этапе сталкиваются, с какими проблемами? Для того, чтобы внедрить проектное управление, нам надо сделать действительно три вещи. Первое – это внедрить регламентно-нормативную базу. Второе – это обучить проектные команды, обучить государственных служащих, муниципальных служащих проектного управления. И третье – это внедрить информационную систему управления проектами, то есть специальная компьютерная программа. На первом этапе сейчас идет у нас разработка регламентно-нормативной базы. Мы уже в общих чертах и в целом понимаем, какая она будет, что она будет регулировать. И это нам уже помогает начать базовое обучение государственных и муниципальных служащих. Мы приступили к обучению совместно с Высшей школой инновационного менеджмента при главе государственных и муниципальных служащих уже с января месяца. Первое, кто у нас прошел обучение – это руководители нашей республики, это министры, заместители, председатели правительства и их заместители. Вторым этапом у нас будут обучаться непосредственно государственные и муниципальные служащие, которые будут избраны на роль руководителей проектов, на роль администраторов проектов и те команды, которые будут представлять аналог нашего департамента в государственных органах и в муниципальных органах. Это люди, которые будут также являться профессионалами в сфере управления проектами и помогать каждому служащему реализовывать их. И одним из этапов является, естественно, обучение муниципальных служащих для того, чтобы познакомить их верхнеуровнево с тем, что такое проектное управление, когда примерно оно коснется муниципалитетов, и обсудить некие и получить какую-то обратную связь от муниципалитетов. Она была нам очень важна, любая обратная связь, как положительная, то есть какие-то риски, какие-то опасения, это очень важно все для нас. Эта информация нам нужна для того, чтобы процесс внедрения проектного управления был и максимально эффективен, и чтобы он был безболезненный, и чтобы он ничего не сломал, а только наоборот настроен. Роман Александрович, наверное, изучаются опыты других регионов, где проектное управление уже внедрено и работает успешно. Это новое введение для республики, но опыт каких регионов нам интересен? Ближе к нам, конечно, наши дальневосточники, это Приморский край. Команда Приморского края достаточно медийно, активно работает, и уже в целом проектное управление в Приморском крае работает более трех лет. Очень интересным опытом, я считаю, это передовики, это Белогородская область. С 2010 года там внедряется проектное управление, там все пронизано проектами. Там почти не осталось места для процессной текущей деятельности, что не действует, то проект. Прекрасно выстроена уже система, и это позволяет Белогородской области, в частности, быть в лидерах по инвест-климату. Также очень интересный опыт Хантамансийского округа. Команда Хантамансийского округа всегда занимает лидирующие места, лидирующие позиции в таком очень авторитетном конкурсе по проектному менеджменту, как проектный Олимп. Жюри этого конкурса федеральные, эксперты государственные, эксперты высокого уровня. И Хантамансийский округ уже третий год подряд занимает все лидирующие места. Буквально недавно только Приморье оторвало одно у них место, и я думаю, что теперь мы тоже составим достойную конкуренцию. Уверен, в 2018 году мы заявим о себе. Как хорошо. Роман Александрович, расскажите о тех приоритетных, пилотных, скажем, проектах, которые на сегодняшний день работают по пути этого проектного управления. Пилотные проекты. Пилотные проекты, смысл работы с ними заключается в том, чтобы пройти весь жизненный цикл проекта. Для того, чтобы попробовать наши методологии, пробовать получить, опять же, извлечь все отрицательные и положительные уроки. И основная цель пилотного проекта – это, конечно же, достичь собственных целей, зачем он, в принципе, создан, этот проект. А также у пилотного проекта есть отличие от всех остальных. Его второй целью является помочь нам извлечь, опять же, вот эти вот отрицательные уроки, либо положительные уроки. То есть пилотный проект – это не всегда самый эффективный проект или самый приоритетный проект. Пилотные проекты – это как раз-таки те проекты, которые позволят нам, скажем так, сделать определенную апробацию и сделать какие-то выводы. Поэтому критерием выбора пилотных проектов было первое. Это обязательно один из проектов должен быть многосложный, то есть многоуровневый, в который должны быть вовлечены как муниципальное образование, так и органы государственной власти в максимальном количестве. Следующий критерий – это нам нужны были пилотные проекты, которые пройдут весь жизненный цикл от стадии инициации до его завершения. И поэтому одним из условий избрания пилотных проектов – это окончание проекта в 2017 году. То есть в этом году уже? Да, глава республики поставил нам цель – внедрить проектное управление и завершить работу над его внедрениями до 1 января 2018 года. Соответственно, нам нужно прожить пилотные проекты в 2017 году. Руководство и еще один немаловажный критерий – это готовность команды. Мы обращали внимание на то, какие команды в каких органах спонтантовласти готовы к изменениям, насколько они лояльны, насколько они адаптивны к этому. И обращали внимание на тех лиц, которые, скажем так, составляют команду пилотного проекта. В этой связи были отобраны ряд органов спонтантовласти. Это Министерство экономики, Министерство инвестиционного развития и предпринимательства, Министерство даже сельского хозяйства и Министерство спорта. Каждый из этих министерств реализует ряд проектов. Кроме того, я хотел бы обратить внимание на департамент внешних связей, кроме этих министерств. Соответственно, Министерство спорта реализует проект Игоря Мончара. На реализацию этого проекта в качестве пилота обратил внимание глава республики, Игорь Афанасьевич. И Министерство экономики реализует проект «Организация межведомственного взаимодействия». Это система, технологическая карта, которая позволит бизнесу запрашивать при контроле всю информацию друг от друга и не беспокоит непосредственно сам бизнес. То есть проект направлен на то, чтобы уменьшить барьеры. Следующий проект Минэкономики – это стратегия успеха 2030. Всем известный проект. Он позволит нам выстроить определенную цепочку взаимодействия с федеральными органами, с муниципалитетами и вовлечь очень большое количество межведа. Проект Министерства человеческого хозяйства – это «Дикоросы Якутии». Этот проект позволит создать определенную систему производства дикоросов. В частности, он направлен на то, чтобы обеспечить систему сбыта и выкупа ягод, грибов и прочего у граждан. И далее обеспечить его сбыт на территории Российской Федерации и даже в том числе за рубежом. Достаточно амбизиозный проект, это очень интересно. Следующий проект – это система безналичных платежей. Проект Министерства инвестиционного развития и предпринимательства. Эта система будет… В чем ее уникальность? На самом деле, все знают, что такое эквайринг, все знают, что такое терминал в магазине, с помощью которого граждане расплачиваются пластивой картой. Только этого не хватает на нашем севере. Вот именно проект направлен на то, чтобы решить этот вопрос. Ну, то есть, достаточно интересные проекты, очень… А игры Мончара, вот интересные, да, спортивные мероприятия, да. А раньше это не было проектным управлением, когда мы проводили большие спортивные мероприятия. Это же то же самое, проектное управление? Все правильно. На текущий момент… Мы уже заканчиваем, к сожалению, да? Да, на текущий момент проект игры Мончара отобран. Я благодарю вас, мы продолжим в следующий раз. Спасибо вам за интервью. Всего доброго, удачи. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!